Со мной Кристоф Хойскин, председатель Мюнхенской конференции по безопасности. После этого саммита НАТО Кристоф, глядя на новую стратегическую концепцию, бросается в глаза, что там есть несколько сильных формулировок, говорящих о России, как о прямом и значительном враге и угрозе безопасности НАТО. Как вы думаете, государства-члены поняли послание? Ведь многим из них Италии, Франции, даже Германии потребуется глубокое переосмысление. Да, но взгляните на реальность, посмотрите на то, что происходит. Так что то, что говорится в стратегической концепции НАТО, отражает реальность на местах. И НАТО должна адаптировать свою стратегию. И думаю, это правильный ответ. Теперь у нас есть Россия как враг, Россия как страна, которая нарушает международное право. Россия совершает военные преступления. НАТО должна отреагировать на это. И это новая стратегическая концепция «Правильный ответ». Правильный ответ, конечно, также означает поддержку Украины. Президент Зеленский направил еще одно послание с просьбой о дополнительной поддержке. Россия реагирует на саммит более интенсивными бомбардировками Востока страны, чем за последние несколько недель. Достаточно ли мы поставили оружие? Достаточно ли быстро мы это сделали? И действительно ли нам нужно активизироваться? Ну, знаете, не стоит оглядываться назад и долго думать о том, что можно было бы сделать быстрее. Факт в том, что Украина сейчас защищается. И то, что делают украинские солдаты, то, что делают их военные, это потрясающе. Как они защищают свою родину. Но они защищают и нас. Они защищают те страны, которые разделяют те же ценности. И поэтому мы должны их поддерживать. И поддерживаем их во многих отношениях. Мы принимаем множество беженцев, мы поддерживаем их экономически, мы выделяем им бюджетные средства. Но мы также должны предоставлять вооружение. Оружие, которое должно быть поставлено прямо сейчас. И хорошо, что это уже делается. Но мы должны делать больше. И должны, например, дать им современные танки. И я думаю, что мы поставим их. То есть поставка танков означает, что Германия должна будет изменить свою позицию. Ранее в Берлине не хотели этого делать, не хотели об этом говорить. Так что это была одна из неприятных областей, о которых не принято говорить. Стоит ли канцлеру делать больше в этом направлении? Что ж, давайте вернемся к 23 февраля. На том этапе Германия не собиралась закрывать Северный поток-2, была против отключения России от Свифта, отказывалась предоставлять оружие Киеву, но затем Россия вторглась в Украину. И тогда канцлер Шольц произнес свою знаменитую речь. И все изменилось. Мы видим, что война продолжается. И я думаю, что мы также должны продолжать менять нашу позицию в зависимости от ситуации. А ситуация такова, что Украина нуждается в поддержке. Мы видим, что у России есть проблемы с логистикой, у России еще больше проблем. И для нас крайне важно в этот момент поддержать украинцев, чтобы они действительно смогли защитить свою страну. Не должно быть никаких вопросов по этому поводу. Мы должны сделать все, чтобы отправить необходимое вооружение, которое нам не нужны для, так сказать, ядра нашей национальной обороны. Многие ожидают, и вы в том числе, затяжной войны. Что это будет означать зимой следующего года? И сможем ли мы сохранить единство? Сможем ли мы сохранить НАТО как нерушимый союз? Ведь это и есть главное послание. Мы здесь, мы держимся вместе. Это ключевой вопрос. Сейчас у Путина нет никакой оппозиции внутри страны. Нет свободных СМИ. Он бросает в бой множество солдат, молодых людей, которые даже не знают, почему они там находятся. Они гибнут. Путин диктатор, и мы должны противостоять ему. Он думает, что мы не способны дать отпор. Он уверен, что, знаете, наше общество находится в упадке. И что мы якобы не готовы заплатить определенную цену за свободу Украины. Мы должны осознать, что речь идет о нашей свободе, и мы обязаны поддержать Украину. Это вопрос лидерства. Думаю, что это и вопрос о том, будут ли наши люди готовы заплатить определенную цену за свободу Украины, которая является их собственной свободой. Но когда вы обсуждаете это с людьми, когда вы объясняете им это, все становится на свои места. И я считаю, что победа будет не за Путиным. Победим мы. Путиным.